Представь себе ситуацию, ты приходишь в салон белья, за большие деньги выбираешь себе комплект и дальше думаешь, что вот наконец-то у меня будет классное белье, я буду наслаждаться его ноской. Но уже в следующий раз, когда ты его постирала, ты видишь, что посадка совсем не та, плюс гальтер разваливается, носить его совершенно невозможно, он неудобный и тебе приходится наблюдать его только в своем бельевом шкафу. В итоге ты его не носишь, а деньги потрачены зря. Поэтому сегодня я за три шага расскажу, как отличить хороший бельевой салон от не очень хорошего. Первое, что ты должна увидеть, когда ты приходишь в бельевой салон, это то, какую размерную сетку они предлагают. И не думай, что это актуально только в том случае, если у тебя нестандартная фигура или большая грудь. Чаще всего все проблемы девушек с бюстгальтерами, например, что падают бретельки, что в бюстгальтере неудобно, что потом остаются какие-то следы, что грудь выглядит не как надо, они как раз и происходят из-за того, что размерная сетка в обычных бельевых салонах очень ограничена. И особенно этим страдают монобрендовые магазины, в которых помимо ограниченной размерной сетки, еще и очень ограниченный выбор моделей. К чему это приводит? Когда в магазине нет полной размерной сетки, хотя бы 120 размеров нужно для того, чтобы адекватно подбирать белье для женщин с разным телосложением. Когда в магазине всего 16-20 стандартных размеров, это неизбежно приводит к тому, что продавцы начинают продавать тебе не те размеры. И из-за этого как раз появляется все вот это неудачное белье. Они говорят, что вот есть сестринские размеры, у нас этого размера нет, давайте попробуем другой, сидит так же, абсолютно взаимозаменяемый. Но это на самом деле все ерунда, потому что если бы размеры действительно заменялись абсолютно идентично, то какой смысл был бы иметь большую размерную сетку. Поэтому получается, что ты покупаешь такой бюстгальтер, он носится нормально буквально несколько раз, а потом уже перестает тебя устраивать. Второе, на что нужно обратить внимание, это качество самих изделий. И нужно учитывать тот фактор, что в разных размерных сегментах должны быть использованы и разные материалы, и разные комплектующие. Что я имею в виду? Когда мы подбираем комплектующие для бюстгальтеров, мы никогда не поставим одни и те же косточки на изделие на большую размерную группу и на маленькую размерную группу. Потому что когда у девушки небольшой размер груди, ей нужны более широкие, более раскрытые косточки, они не должны быть такими жесткими. Однако у девушки в большом размере совсем другие требования. Там наоборот нужны жесткие косточки, которые будут удерживать грудь на месте, и нужны более плотные материалы. И по сути это два разных процесса конструирования на разные размерные сегменты. А что мы видим в обычных магазинах? Что есть коллекция, она штампуется абсолютно одинаковая на всю размерную группу, не учитываются разные потребности женщин, и получается, что в среднем большие изделия это просто такая увеличенная копия маленьких. Но из-за того, что все делается вот таким вот стандартным производством, получается, что мы не думаем о нуждах клиента, который находится в этом размере. И в итоге эти бюстгальтеры, просто увеличенные с маленьких размеров, разваливаются на реальных женщинах, просто не сидят, и тебе в них неудобно. На что точно стоит обратить внимание, если ты подбираешь бюстгальтер? Ну, во-первых, обрати внимание на само качество материалов и на качество комплектующих, которые сделаны в бюстгальтере. Если у тебя большой размер, большая грудь, то в таком случае однозначно сзади должна быть очень плотная сетка, потому что в противном случае вот эти вот стандартные пояса из микрофибры, они просто не будут удерживать твою грудь на месте. Во-вторых, есть более дорогая технология исполнения, а есть более дешевая. Как правило, у всех стандартных изделий здесь будет квадратный срез. Но вот как раз такая спинка U-вырезом, которая называется Leotard, которая используется для большой размерной группы, она позволяет удерживать бретели на месте. За счет этого бюстгальтер не будет спадать, и тоже ты будешь чувствовать больше поддержки. В массовых магазинах также очень мало бюстгальтеров, которые сделаны из вот таких вот эластичных волокон, чтобы нижняя часть чашки была плотная, а верхняя часть чашки, чтобы тянулась. И как правило, вот такие вот шовные изделия в бюстгальтерах, они шьются вручную, поэтому обычно в массовых магазинах их нет. Почему? Потому что это очень сложная технология производства. Как правило, делается поролон, и тоже он не отвечает потребностям женщин, потому что не может удерживать грудь на месте. И получается, что когда мы не учитываем потребности разных размерных сегментов, изначально на уровне материалов, такой бюстгальтер никогда не будет сидеть как нужно. И что получается, что в среднем обычном магазине не учитывают то, что грудь уже со временем теряет форму, да, она уже не такая упругая, то, что она не стоит сама по себе, то, что у женщины бывает асимметричная грудь. Ну и, соответственно, из-за того, что нет размерной сетки, вообще в целом довольно сложно посадить эти изделия так, чтобы они сидели адекватно. Поэтому все массовые торгуют поролоном, потому что поролон хоть как-то держит форму в условиях отсутствия размера. И третий признак плохого бельевого салона – это липовый брафитинг. Сейчас тема брафитинга находится на подъеме. И я наблюдаю, что даже массовые магазины начали говорить, что приходите, мол, у нас брафитинг. При этом я даже зашла в несколько из них, чтобы узнать, что у них изменилось по размерной сетке. И в результате, как и 10 лет назад, когда я начинала заниматься брафитингом, у них осталось все то же самое – 4 стандартных объема и 5 стандартных чашек. Но дело в том, что брафитинг подразумевает подгонку бюстгальтера под анатомию женщины. И этого сделать просто невозможно, если у тебя в салоне 16-20 размеров. Это просто не работает, потому что брафитинг является комбинацией двух факторов. Во-первых, большой размерной сетки и конструкции бюстгальтеров, чтобы их было как минимум 120. Я считаю, что магазин может говорить о том, что у них есть брафитинг, если у них представлено хотя бы 120 размеров. А у нас их представлено более 200. И второй фактор – это специальное обучение персонала брафитингу. Как правило, у нас персонал обучается 3 недели для того, чтобы научиться подбирать бюстгальтер по 5 ключевым точкам, учитывать анатомию женщины, то, как она дышит, то, как устроена у нее грудная клетка, то, как подобрать бюстгальтер таким образом, чтобы он начал идеально сидеть. И если персонал только подтягивает бретельки или не может сам подобрать для вас размер бюстгальтера без сантиметровой ленты, это говорит о том, что он не владеет брафитингом. Потому что навык брафитинга подразумевает, что стилист сам ведет вас и подсказывает, какой вам нужен размер, как подобрать форму. Но просто если в ассортименте нет ни размеров, ни форм, то это такая же липа, потому что подобрать бюстгальтер в таком случае становится невозможным. Понять, правильно ли сидит твой бюстгальтер, на самом деле несложно. Это можно сделать по 5 ключевым точкам. Для этого просто переходи по ссылке в описании и скачивай мой чек-лист. Там ты можешь узнать, как конкретно должен сидеть бюстгальтер на твоей фигуре. Но вот добиться такой посадки, чтобы в бельевом салоне внезапно появился такой бюстгальтер в нужном размере, который именно на твою анатомию сядет по этим 5 ключевым точкам, и ты дальше сможешь складывать свою грудь для того, чтобы все сидело адекватно, вот это как раз и самое сложное. Потому что если размеров нет, никогда у тебя не будет такой посадки по 5 ключевым точкам. И еще для того, чтобы твой бюстгальтер сидел так, чтобы тебе было удобно, очень важно научиться техникам, как оправить грудь, как правильно надеть этот бюстгальтер, где должна располагаться самая узкая точка. Без всех этих знаний, которыми ты овладела прямо на примере своей конкретной груди и фигуры, их невозможно постичь, даже, допустим, если можно было бы померить грудь сантиметровой лентой и определить размер. Еще нужно научиться этим пользоваться. Чтобы узнать, как правильно надеть бюстгальтер, сложить грудь для того, чтобы дальше в течение дня он тебя не беспокоил, ты о нем не вспоминала, я покажу в следующих роликах. Поэтому подписывайся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. С тобой была Алина, эксперт по подбору белья. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. И до новых встреч!